добрый день мы сегодня говорим о литературе во власти интернета и почему такая тема могла появиться сейчас но вы замечаете что в нашу жизнь активно и агрессивно входит цифра все переживает цифровизацию и нам приходится позиционировать сети интернет и себя есть даже специальные курсы по представлению бренда личности однако это доводит на вопросы особенно вопросы людей которые не привыкли к такой скорости бояться цифровизации всего они в растерянности что происходит или самый пессимистичный прогноз куда мы катимся векторы наших размышлений укладывается в несколько направлений такие как влияние интернета на писательство влияние интернета на чтение и наконец особенности взаимодействия литературы и интернета по итогам этих наблюдений мы сделаем выводы итак первый наш аспект разговора довольно таки продолжительный но это аспект который оказывается ключевым влияние интернета на писательство совершенно очевидно что значительная часть литературного процесса перешла в интернет пространство перешла настолько серьезно что уже существует только интернет журналы только интернет общество и интернет публикации которые даже не предполагают перевода на бумагу и в то же время меняется автор меняется тематика его произведений меняется и сознание человека в целом который производит такую литературу и если уж извините за слово потребляет его я не оказываюсь первопроходцем в раскрытии этой темы обращаю ваше внимание у нас все-таки лекция с опорой на научный материал в сети есть достаточно интересные научные публикации которые группируют разнообразный материал касающиеся этой темы и одна из этих публикаций антоничевой марты представлена вам как раз для сведения я несколько отреферирую эту интересную публикацию в которой дается своеобразный алгоритм того как происходили этапы взаимодействия литературы и интернета в конце 90-х и 2000-е годы три вот этих этапа если охарактеризовать кратко оказываются таковыми первый когда литература заимствует форму форму из интернета различного рода приемы и приемы представления текста на формате бумаги или еще в каком-то другом формате и самое главное что за счет появившегося в сети гипертекста или в целом интернета меняется форма повествования меняются приемы композиции меняются сюжетные возможности и как один из образцов подобного рода произведения исследователь приводит бесконечный тупик галковского но самое то главное как это воздействует на тексты то что может быть не замечает читатель но то что видит исследователь по прошествии трех-пяти лет тексты приобретают незаконченность они оказываются открыты они приобретают фрагментарность эта фрагментарность вызывает иллюзию диалога почему иллюзию мы тоже с вами выясним когда будем говорить о других этапах взаимодействия кроме того появляется новый тип восприятия под воздействием и только интернета и медиа очень часто современные читатели воспринимают уже текст как медиа продукцию и соответственно медиа ключи подбираются к его сознанию ну и наконец если раньше требовалось какая-то выдержка стиля какой-то почерк то теперь это может быть текст неоднородный текст которым публикуются скриншоты текст которым публикуется интернет переписка текст которым есть микрофильмы и так далее меняется характер взаимодействия автора и читателя настолько что читатель играет ключевую роль при литературных произведениях хотя казалось бы это совершенно немыслимо не для восемнадцатого не для девятнадцатого не даже для литературы первой половины двадцатого века и еще почти все что появляется в интернете наследует принципы иронии они конечно достались от постмодернистской литературы но эта ирония уже не связанная с постмодернизмом развивается и повсюду если говорить о втором этапе то по мнению антоничевой марта это этап когда литература изучала психологию психологию человека который впервые получает ощущение от работы в сети от общения в сети от того что дает ему интернет какая есть ответственность какие есть свободы и какие есть или нет этих моральных запретов коммуникативная функция осмысляется одна из первых и вот удивительное дело что очень много я студентам говорю очень много особенно барышень лет за 30 особенно разведенных зачитываются литературы которая представляет нам тексты общения людей по интернет переписки одиночество в сети еще какое-то одиночество почему потому что люди теряют привычную привычные сферы общения они выходят только в интернет но в том-то все и дело что недостатки онлайн общения становится основой конфликта во многих произведениях и как правило это виртуальная недостатки интернет общения помогают побеждать реальное трагедии как раз связаны с тем что интернет слишком сильно обуревает не только наше сознание но и обуревает нашими эмоциями огромное количество произведений в общении людей сети вышло вы видите это на слайде третий этап это этап когда уже меняется роль интернета не только в сознании человека но и в его поведении причем насколько мы говорили что вроде бы люди беседуют люди беспокоятся о коммуникации на самом деле диалог приобретает совершенно другие казалось бы патологические формы он утрачивает свою ценность люди теряют потребность коммуникации более того диалог сохраняет иллюзию имитацию диалога на самом деле превращается в монолог выпячивание я своего бренда своей личности агрессии своих желаний и так далее и способа общения интернет превращается в разновидность интеракции со свойствами телевидения цитирую ученого и соответственно приобретает даже литературное произведение то что раньше она приобретала только в каких-то экстравагантных формах авангардной литературы визуальность скандальность дискретность нетерпимость и как правило в сети задача многих людей сводится к потреблению к отказу ответственности за свои слова интернет превращается в услугу и конечно очень многие озабоченные поиском работы предложением себя услуги и то же самое литература а задача на способом продвижения способом поиска литературы сменяется фактически парадигма меняется идеология меняется отношение людей к сети и к возможностям сетевых коммуникаций более того я говорю что есть публикации есть интернет каналы которые предполагают бытование какого-то литературного текста который вообще-то и не хочет себя увидеть на бумаге а очень часто это невозможно потому что текст постоянно редактируется текст меняет свой сюжет зависимости от вмешательства читателя получается что очень часто аудитория оказывается знакома с текстом до выхода его на бумаги бумажная версия как такова не нужна но еще если мы говорим что автор это тот кто взаимодействует своей аудитории почти всегда готов теперь от современного автора это как должествование требуется он обязан этим заниматься а читатель тоже приобретает особое качество потому что он в состоянии повлиять на окончательный вариант произведения и вот как это происходит следующая разновидность нашей аспект нашей темы в таком аспекте как автор активно презентует свое творчество и опять таки чему это приводит к тому что стеряется грань между экспертами и субъектами творческого процесса между своеобразными рецепиентами все начинают дружить лайкать друг друга сокращается дистанция в итоге появляется другое зависимость от общения и эта зависимость не дает возможности строгих оценок не дает возможности критики критика как таковая сейчас существует где-то литературная критика где-то в москве где-то в петербурге на каких-то там группах непонятно каких интернет журналов научных в регионах ее нет и неспроста интерес к интернет публикации люди развивают именно потому что им хочется публично пообщаться знаменитости очень часто это проявление внутреннего тщеславия самые стандартные порталы которые представляют творчество вам известны но даже от использования этих порталов стереотипных средств не застрахованы большие мастера да вот известно что и евгений евтушенко и андрей вознесенский обращались к этим порталом вы можете обратить внимание постоянно каждый месяц увеличивается количество количество прозаиков увеличивается количество авторов лирических произведений но меньше всего будет высказано оценок аргументированных больше это все-таки будут просто какие-то лайки ну или дизлайки опять-таки я представляю одну из интересных работ посвященный современной российской литературе интернету и вот таких работ еще будет несколько самый наверное успешный по продвижению литературных произведениях и собственных арт-объектов в сети вариант творчество дмитрия глуховского дмитрий глуховский как мы видим не только представляет свои произведения представляет сюжеты он представляет их на всех мыслимых каналах то есть это от фейсбука до твиттера где он общается с читателями где он пытается выяснить их мнение в разных каналах но есть и более спокойный вариант однако тоже очень эффективный знаменитый сайт бориса акунина к которым выставлены собрание сочинений можем почитать книги в интернет таких разновидностях но тем не менее мы обнаруживаем что сам борис акунин пытается через сайт вести просветительскую работу знакомить с какими-то словами знакомить с какими-то реалиями решать какие-то моральные задачи и вот один из примеров например ну такого взаимодействия с читателями который дает безусловно какие-то плоды читатель обнаруживает себя в зеркале борис акунин в контакте ведет целый набор разных форумов посвященных тематикам своих произведений своих ошибок неточности и прозрение экранизации так далее сайт очень добропорядочные и вот мы можем увидеть такие программные можно сказать замечания читателей которые обсуждают например что такое для них нелюбимая книга акунина и вот тут мы как раз попадаем в такой что ли эпистомологический тупик ну как же они фаны акунина напишут что он плохой писатель что у него плохая книга что у него масса ошибок вот только один это посмотрите какой красивый очень легкий пассаж да не чё в гамбите в смысле акунин он напортачил слегонца вот и вся критика на этом белинский отдыхает или перебор на тему из извращение в фн смерть на бордюршафт не так впечатлила но подчеркиваю что это только по сравнению с другими произведениями того же акунина потому что если говорить о современной литературе вообще то он все равно лучший в любом своем произведении памятник бронзовый золотыми можно сказать полосками или опять таки автор такого поста пытается написать нечто критическое и в тот же время сам себя бьет по языку или я просто невзыскательная и вообще фанатка акунина на все сто ну наверное так и есть а если приблизить интернет литературу и позиционирование литераторов к новгородским реалиям то мы увидим следующее известный автор прошлым студент нашего университета участник литературного клуба обладатель нескольких литературной премии гриша князев ведет тоже свой небольшой блок в интернет пространстве но публикует отчеты о поездках об очередных премиях о каких-то встречах и публикует свои стихи но очень скромно согласитесь опять-таки нам надо понять а вообще-то есть что представлять в интернете это достойно того чтобы выноситься на обсуждение разноситься по просторам сети обратим внимание на одно стихотворение которое напечатано было на бумаге ну естественно теперь живет и в сетевом пространстве в океане плачет кит на ладонях древней суши спящий город мой горит теплятся тела и души я искал веселый слог ото всей тоски и мути глядя в темный потолок торопился выйти к сути своего календаря в одеяле как в пещере ночь бросает якоря тонко стемлются моря в невесомой атмосфере атмосфера просто связь лиц предметов состояний дни в ночи соединяясь как провал все постоянный долго мне внушает спи воздух пасмурный и клейкий это поезда в степи голос на однококлейке это вакуум души это только тяжесть тела это жалкие гроши дня последнего предела потому что мы в одной лодочке а может в книжке ходим по земле родной тянемся к небесной крышке из пещерного угла лечь в долину изобилия так же как строка легла времени роняя крылья ведь легко себя забыть в пик словесного избытка быть собою просто быть испытание или пытка если вспять летит за мной в капельки благоухания необъятный свет земной до последнего дыхания согласитесь что очень сложное стихотворение но стихотворение наполненное смыслом и внутренней музыкой которая наверное создана для того чтобы все-таки быть достойным и представленным для обозрения многих-многих тысяч людей известный опять-таки в прошлом новгородский студент поэт эксперт различных литературных конкурсов и лидер рок-группы blackbird или черная птица степан дмитриев один из последних текстов написал в котором мы как раз видим влияние интернета в строчках обычно мелодичные и протяженные строки дмитриева здесь коротки более того приметы интернета вы обнаруживаете в том как появляется новая лексика как используется смайлики и так далее ночью город греет гарь бледные огни ты попробуй как фонарь шею из огни посмотри вниз на бетон тротуар в грязи свет на нем дрожит пятном по плевкам скользит в животе скребет гастрит тает антоцит вышли звездочки на стрит потоптать хапцы месяц небо кажет нож сумрачной земле что-то матерь ты живешь не по ауе за второй бежит мужик в маркет на углу все меняет эта жизнь марки на иглу рубль за доллар пол за пол деньги на айфон грусть на это смех на лол краски на графон все меняется а ты под ноги смотри пусть с огромной высоты дышат фонари шея сильно затекла остеохондроз гладь речная и стекла вся в окурках звезд когда я увидел это стихотворение в сети обратил внимание на непонятные слова и даже непонятное облик некоторых привычных слов связался с автором он обнаружил ошибки исправил их и вот так работает можно сказать взаимодействие читателя с интернет-поэзией но один из авторов я его здесь пока не вижу обещал нам даже подойти известный писатель дмитрий иванов тоже участник литературного клуба ведет свой блог у него действий свой интернет-канал на ю тубе этот канал называется лид код и он представляет аудиозаписи своих произведений мы этого еще коснемся но вот одна из последних буквально сегодня он мне прислал информацию одна из последних вещей которые получила позиционирование в интернете это но его повесть приключения анфима как видите новгородские декорации и вот что называется просим любить и жаловать новая новгородская литература который живет в интернет-пространстве это позиционировано как книга для детей для видите возраст 6 плюсом так что вполне возможно наши студенты аспиранты через 5-10 лет будут изучать это как исторический факт будут изучать это как какой-то литературовический аспект ну еще у нас есть авторы которые в новгороде может быть не так еще популярны но они пытаются популяризировать не столько свое творчество сколько свой бизнес один из молодых авторов пользуется псевдонимом этот псевдоним им спиальзер естественно взята сетевой литературы но придуман придуман до воплощен до уникального неповторимого такого слова и теперь через это слово он позиционирует свой бренд собственно вы видите на ярмарке мастеров его художественной работы таким образом литература позиционирует себя и через другие искусства и помогает скромному бизнесу третий аспект опять-таки все очень просто у меня часто какие-то вопросы возникают от людей живущих даже других городах возьмите в сборник те или иные повести романы я говорю люди ну как так вы себе представляете в сборник повесть или роман она же не резиновая а потом у вас есть прекрасная возможность используя интернет сервис интернет ресурсы издать это это вам почти ничего не будет стоить и вот такой опыт впервые в нашей практике был со студенткой тогда еще первого курса в которой в неполных 18 лет издала свой первый роман на литресе светлана березовского поместила свой запрос свои собственно произведения и вот одно из них опубликовано точном виде можно было и бумажные версии получить по заказу можно было ограничиться естественно покупкой интернет версии но потому что книга открывается не в полном размере до для большинства читателей ну чтобы видите в полном размере нужно было посмотреть вот такого плана произведения еще в анонсе нашей лекции был провокационный была провокационная фраза такой пассаж о том что пушкин встречался со своим персонажем на брегах не вы в романе а теперь сам читатель приходит к автору на странице его произведения что это такое новация кощунство дурновкусие какое-то вы помните что у пушкина в романе и онегин очень много таких случаев когда герои как будто бы обмениваются репликами мы узнаем что первых они познакомились что они близки друг другу они действительно встречаются и сам пушкин собственно говоря изобразил их таким а причем здесь кукушкина кукушкина оказывается очень тесно связано с пушкиным потому что ее творчество тоже можно сказать созрела до сольной книги но захотелось опять-таки они кукушкиной эту книгу издать не просто так а с использованием современных средств ну и еще и не потратив или по минимуму потратив свои сбережения опять-таки посмотрим а если то что публиковала сборниках литературного клуба это что пошло в интернет достойного публикации достойного быть увиденными услышанными для многих людей стихотворение желание поделиться что такое любовь если не желание поделиться вот мой внутренний мир кухня стол и стертые половицы стопка древних секретах под выцветшим покрывалом я тебе бы парочку может быть когда-нибудь рассказала поделиться самым честным смехом любимым чаем последние конфеты глупыми мыслями и ночами больными темами о родителях планами по захвату мира одеялом ключами от почты и от квартиры делить пополам опьянения от весны или алкоголя взять себе половину страха или внезапной боли вторую ручку тяжелой сумки половину пути до встречи одну из окружности составляющих бесконечность слезами о прошлом молчанием о будущем поделиться стать главным поводырем психологом инквизиции ей вместе чихать в феврале выходить за хлебом отдать пол всего взамен ничего не требовать но радоваться и вновь не по-взрослому удивляться одной на двоих любимой песни общим жестом и интонациям нежданно заботу и теплоту получать стариться и умножать желание этим миром с тобой делиться и мы с вами смотрим что же случилось кукушкины кукушкина объявила свой проект на другом интернет-сервисе на планете ру и она по сути дела использовала но очень модную сейчас технологию краудфандинга то есть сбора средств от почитателей его творчества на издание книги книгу она назвала книга диалог обратите внимание что книга издана книга получилось и вот какой был посыл у анны тоже очень современный точку а это из ее аннотации на планете ру а самых разных темах и мыслях которые встречаются в нашей жизни формат книги диалога подразумевает что читатели могут записать в сборник и свои мысли присоединиться к автору мнение или вопросы у каждого владельцева диалог с автором будет свой поэтому можно сказать кукушкина продолжает пушкина делая еще более странное дело насколько она полезно и интересное не знаю книгу анны вы можете заказать можете купить вот такая эстетская фотография которая дает возможность ознакомиться с этим проектом ну и мы с вами первой части нашей лекции подходим концу потому что сейчас начнется после небольшого перерыва большая такая работа по анализу содержания одних и самых интересных жанров а для того чтобы нам перейти к этой второй части мы увидим что тренд от серьезного от той к литературе которой традиционно излагается на бумаге к литературе который живет в сети одинаков к сожалению в большинстве случаев вектор именно такой от серьезного комическому и жанры которые производят сеть либо жанры которые развиваются через сеть хотя появились на бумаге это жанры которые оказываются близки анекдотом они распространяются через сетевые сообщества наконец через мессенджеры в том числе ватсап о специфике комического в жанрах пирожков и жанрах порошков писали совсем недавно не только авторы больших университетов но и наши студенты спасибо на этом наша первая часть лекции выиграет выиграет выиграет